Озеро Пионер и его прибрежная зона – любимое место отдыха жителей города Раменское. Осенью прошедшего года здесь началось благоустройство. В прошлом году началось здесь, как мы полагаем, глобальное благоустройство озера Пионер. Все-таки за 5-6 лет жителям этот вопрос нам удалось решить. Но удалось решить пока частично, так как озеро начали благоустройство, только вот видите, если по правой стороне, красиво родон, да красиво очень сделали. Но у нас задача, конечно, во-первых, сделать все озеро, весь Пионер полностью по кругу. Начиная с первых теплых деньков, на Пионере тренируются байдарочники из спортивного клуба «Вольный ветер». Сейчас здесь занимаются около 40 человек и показывают достойные спортивные результаты. Артем Ступин три года назад начал осваивать грибной слалом. Это сильно развивает мышечную, кровососудистую систему и вообще очень полезно для здоровья. Это также интересно. Можно съездить в разные города на соревнования, разные реки. Меня пригласил друг, я согласился. Ну, в общем, и пошло-поехало. Есть уже за эти три года какие-то успехи у вас? Да, вполне есть. На недавних соревнованиях в Красноармейске первое место заняли. Также кубок Гагарина выиграли 12-го, 11-го тоже было в Красноармейске на реке Воря. Вполне неплохие результаты. У нас есть очень много результатов. Начнем с того, что наши дети, двое наших воспитанников уже закончили училище Олимпийского резерва города Броницы. Это неоднократный победитель первенства мира, чемпионатов России. Ну, все российские и международные соревнования, и они в них участвовали и неоднократно побеждали. Сейчас участники клуба «Вольный ветер» немного отошли от грибного слалома, занимаются спортивным туризмом и осваивают новый вид спорта – кану пола. Командный вид спорта, где надо пола на байдарках, еще его называют, мячиком, надо играть в лодки и забить его в ворота, которые там вот висят над водой. Значит, вот в кану пола месяц назад мы были на первом этапе Кубки России, детская наша команда заняла второе место. Для достижения наивысших спортивных результатов ребята тренируются каждую неделю до наступления холодов. Во время движения на воде не холодно. Мы иногда и в дождь тренируемся, и там бывает, что холодно уже достаточно. Но когда у нас есть специальное снаряжение для этого, теплое, но переодеваться надо в теплом помещении. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина, Дмитрий Курунов, Игорь Чернышев. Для программы «Городские вести».